Врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей. Более тысячи статей в различных газетах, в интернете. Более 650 видео на собственном канале YouTube. На которые Вы легко можете подписаться и просмотреть и другие видео, касающиеся Вашего здоровья, правильного питания, лечения. В том числе и народными средствами. А сегодня я решил написать видео про угревую сыпь. Что это такое? И почему так сложно ее вылечить? И просмотрев это видео до конца, Вы узнаете мое отношение к лечению угревой сыпи у дерматолога, у невропатолога, у гастроэнтеролога, у кардиолога, у психолога, у эндокринолога. Каждый врач подходит к лечению угревой сыпи со своего кабинета, со своей колокольни. И Вы это узнаете в этом видео. Также Вы узнаете, почему, на мой взгляд, возникает угревая сыпь. И почему так сложно ее вылечить на первый взгляд. На самом деле это не сложно. Ну и что делать, если угревая сыпь появляется у Вас достаточно регулярно. Поэтому смотрите это видео дальше. Будет много интересной информации, как и в других моих видео. Когда дерматолог утверждает, что угревая сыпь это его патология, я его частично на 100% полностью поддерживаю. Потому как сальные железы это придатки кожи. И от строения сальных желез во многом зависит вероятность появления угревой сыпи. Вероятность появления. Потому как от их строения оно может предрасполагать к более частому появлению угревой сыпи. Или к более редкому. Вряд ли кто мне скажет, вы знаете, у меня ни одного причания никогда в жизни не было. Не поверю. Потому как если сальные железы, их протоки широки и проходимы. Их все равно можно. Нужно просто больше усилий приложить. Чтобы остановить движение секрета и вызвать местный воспалительный процесс. Когда сальные железы узенькие и извитые. Это сделать значительно проще. И вам нужно больше смотреть, что вы делаете для обострения. Либо для ликвидации этого процесса. Самый простой пример из жизни. Я часто путешествую. Был в Барселоне, Париже, Венеции. Улицы в этих городах построены совершенно по разным принципам. Если взять Барселону, это квадратный ездовой способ. Все улицы пересекаются под прямыми углами. И найти себя на карте Барселоны легко и просто. Париж устроен несколько сложнее. Улицы более витиеваты. Но тоже в принципе план там есть. Построен по плану. И найти себя на карте Парижа также очень легко. Я был в Венеции. Вот тут природа пошалила над людьми в большей степени. Я трижды был в Венеции на пешеходных экскурсиях. И дважды умудрился потеряться. Потому как, если мне не изменяет память, 116 островов. Между которыми каналы и по этим островкам еще улочки узенькие. И только венецианцы, наверное, знают там все входа и выхода. Хотя тоже, наверное, думаю, могут заблудиться. Вот тоже самое и с сальными железями. Но на хорошо спланированных улицах Парижа и Барселоны я тоже видел пробки. Все зависит от трафика по этим улицам. Чем трафик больше, тем быстрее нарушится движение и возникнет пробка. С сальными железами то же самое. Если у вас сальные железы узенькие и протоки слабо проходимые. То небольшие погрешности в образе жизни, о которых я скажу позже, приводят к проблеме. Если у вас сальные железы как проспекты. Но вам нужно немножко больше потрудиться над тем, чтобы нарушить проходимость. Но в данном случае лучше, на мой взгляд, тем, у кого они узенькие. Потому что небольшая погрешность в образе жизни приводит к появлению сигнала, индикатора. Проблема в организме. Здесь вы ее видите сразу. Если у вас угревая сыпь возникает редко. Вы проблему видите, когда она уже развилась ого до каких масштабов. Одно об этом я скажу позже видео. А пока я расскажу, почему врач-невропатолог тоже имеет право сказать. Угревая сыпь это моя патология. Когда невропатолог утверждает, что без его помощи вы угревую сыпь не вылечите никогда. Я его также полностью, частично поддерживаю. Потому как, если нервная система управляет работой всего организма. То она не может не управлять и состоянием сальных желез. Угревая сыпь является прекрасным индикатором того образа жизни, который в целом человек ведет. Потому как есть люди, которые волнуются слегка. У них где-то зажаты эмоции внутри. Им скорее нужен психолог для того, чтобы решить эту проблему. Которая не видна. Которая не находится на поверхности. Но при этом у них организм. Другие его функции ослаблены. Угревая сыпь просто показываю. Да, проблема есть. Безусловно, есть люди с более крепким генетическим организмом. Которые могут волноваться психовать. А угревая сыпь у них не проявляется. Но зато у них есть другие проявления по здоровью. Я редко встречал людей, которые ведут слишком эмоционально активный образ жизни. И все еще здоровы. Это важно учитывать. Без помощи невропатолога, часть людей или психолога. Часть людей из этой ситуации не выйдет. И это нужно просто правильно использовать. И правильно понимать. А также без помощи эндокринолога. О чем я расскажу прямо сейчас. Когда врач-эндокринолог утверждает, что при наличии угревой сыпи всегда есть гормональные нарушения. Без коррекции которых вам угревую сыпь не вылечить никогда. Я его также полностью поддерживаю. Он абсолютно прав в своей части вопроса. Потому как есть нервно-эндокринная система регуляции. В которой нервная система реагирует на те ситуации, с которыми вы сталкиваетесь по жизни. И производит срочную или быструю адаптацию вашего организма к этим условиям. Есть эндокринная система. Она более стабильная. Но она тоже участвует в этой регуляции. Если ваш образ жизни, который вы ведете, достал и эндокринную систему. То вы должны понимать о глубине проблемы. Если вам не нравится то решение, которое ваш организм нашел как наиболее лучшее в этой ситуации. И сигнализирует вам о проблеме угревой сыпи. То это ваша проблема. А не проблема вашего организма. Нужно решать проблему в комплексе. Хотя наличие угревой сыпи в принципе это великолепная защитно-приспособительная реакция. Которая возможно если была у вас по наследству кирожировалась. Возможно когда-то спасла жизнь вашему роду и вам лично. Потому как находясь в стрессе. Стресс по Гансу Силье. Это обеспечение реакции убегай или догоняй. Когда ваш организм находится в стрессе и вдруг покрылся прыщами. А за вами бежит хищник. То когда он вас догнал бы. И посмотрел на ваш уровень здоровья. Решил бы нет. Еда не самая лучшая. Откажусь-ка я от нее. И сохранилась у вас жизнь. Немножко конечно сложнее. Если вы в состоянии при наличии угревой сыпи. Пытаетесь догнать свою потенциальную еду. Тут вам нужен хороший уровень физической подготовки. Потому как еда в виде какой хищник за ней бежит. Будет бежать более резво от вас. И вопрос. Что делать? Бороться исключительно. Узко посмотрев на угревую сыпь. Бороться с сыпью. Можно. Но это бесконечный процесс. Обычно так делают молодые врачи-дерматологи. А врачи-дерматологи со стажем говорят. Да. Скорее всего не хватает витаминов. А зайдите к врачу-гастроэнтерологу. И что бы вам мог посоветовать врач гастроэнтеролог в этой ситуации. Вы узнаете прямо сейчас. Когда вы попадете к врачу-гастроэнтерологу. Первое что он сможет сделать легко и просто. Это отфильтровать часть пищи. Посоветовать вам ее не употреблять вовсе. Или употреблять реже. Чтобы не перенапрягать работу пищеварительной системы. И вашего организма в целом. И уже только это действие поможет вам уменьшить вероятность появления углевой сыпи на вашей коже. Второе действие зависит уже от состояния вашего организма. И нужно безусловно пройти диагностику. Посмотреть в каком состоянии пищеварительная система находится. Печень. И от этой печки уже плясать. Дополнительные рекомендации. Что делать. Как употреблять вам эту пищу. В этом случае меньше шлаков образуется в самом грязном месте вашего организма. Это кишечный. Это желудочно-кишечный тракт. Это самый большой барьерный орган. Площадь которого от 650 до 1300 квадратных метров. Представляете себе в развороте какую громадную площадь имеет желудочно-кишечный тракт. На поверхности которого располагаются сотни видов разных микроорганизмов. Которые употребляют ту пищу которую не смогли переварить вы. В ответ они вам выдают продукты своей жизнедеятельности. Которые великолепно могут из кишечника всасываться в кровь. Если ваш организм не может их удалить более мощными системами. А это печень и почки. То естественно шлаки и токсины пытаются пройти по узким проходам сальных желез. От чего и обостряются. Безусловно имеет значение еще и фактор возраст. Угревая сыпь практически ее не бывает до полового созревания. И она крайне редко встречается после угасания половой системы. То есть она появляется в физиологически таком активном периоде жизни человека. Когда нервно-эндокринная система регуляции работают достаточно интенсивно. Если вы их интенсивную работу обеспечили на метаболическом уровне правильным питанием. Без проблем. Они работают легко и просто. Если чего-то не хватает из продуктов питания. Съели бы кусок мяса он у вас сгнил в кишечнике. И не получил ваш организм полезные питательные вещества. Вот тут нервно-эндокринная система будет думать. Как перераспределить потоки питательных веществ. Чтобы хватало всем. А продукты изменения попав в кровь будут выделяться. Если пьете воды много через почки. Если мало через потовые железы. Через сальные железы. Все равно найдут выход из вашего организма шлаки и токсины. Но лучше если вы лишний раз сходите в туалет. Чем будете думать про свою угревую сыпь. Как она там появилась и что теперь с ней делать. Если она появилась невоглиной. Готовится девушка к свиданию. Волнуется. Эмоциональный стресс и получи угревую сыпь. Либо отменяй свидание. Либо толстый слой пудры на лице. Потому как нервно-эндокринная система не справилась с тем обменом веществ. Который в организме шел до этого. Потому что у девушки оказалось еще веет осуистая дистония. Правда врачи кардиологи не берутся за лечение угревой сыпи. Считают что это не их патология. Но сердечно-сосудистая система как главный транспортер в организме. Носитель различных питательных веществ клеткам. А шлаков и токсинов от клеток. Обязательно принимают участие в этом процессе. Я буквально в одном из следующих видео покажу это буквально на пальцах. Почему при веет осуистой дистонии. И угревая сыпь будет. И депрессии будут. И другие проблемы будут возникать. Потому как от состояния крови. Система переноса. Зависит. Будет в организме идти оптимальный обмен веществ или нет. Потому как когда кровь густая. То у вас затор уже в сосудах. И не важно какая пища лежит у вас в кишечнике. И сколько шлаков образовалось в клетках. И там и там будет застой. Потому как связующее звено. Работает слабо. Один из индикаторов. Темные круги под глазами. Один из индикаторов. Холодные ладошки и стопы. Это достаточно серьезный показатель. Когда густая кровь. Мощности сердца не хватает. Для ее циркуляции. Во-первых снижается артериальное давление. И во-вторых идет централизация кровообращения. Когда теплоноситель не заходит к кистям. Кисти холодные. Потому что шунты стоят вот здесь. И кровь фильтруется. Она не заходит на периферию. Возникает проблема не только на кистях. Кисти и стопы это не самые жизненно важные органы. Хотя рефлекторно от них зависит состояние как минимум дыхательной системы. И мозгового кровообращения. Но об этом я в каких-то из следующих видео. А сейчас я расскажу почему. Нужно лечить угревую сыпь. Не в отдельных кабинетах врачей. А в комплексе. И какую последовательность действий вам нужно совершить. Для того чтобы выйти из неприятного состояния угревая сыпь. С наибольшими результатами по вашему здоровью. И с наименьшими потерями. Потому как есть. Угревая сыпь это индикатор сегодня на сегодня. Но это говорит о том что кровь в вашем организме очищается плохо. И поди знать в какой степени плохо. И какие негативные последствия могут возникнуть в отдаленной перспективе. О том что делать при угревой сыпи. Лично для вас. Я расскажу прямо сейчас. Что же делать лично вам. Для того чтобы выйти из такого непростого заболевания. Было бы простое. Лечилось бы легко и просто. Я расскажу основную последовательность действий. Которую вам нужно совершать. Ну а значимость каждого движения. Для вас лично. Она будет разная. Потому как вы сами знаете. Какие особенности в вашем образе жизни есть. Я вам просто покажу основные точки. Вы обратите на них внимание. И что можете. Скорректируйте. Отсюда уровень вашего здоровья будет выше. А угревая сыпь будет появляться все реже и реже. И вы будете видеть какие погрешности приводят к обострению. Соответственно понятно. Что нужно устранять. Либо лучше контролировать. Об этом я расскажу прямо сейчас. Какую же последовательность действий я бы советовал вам совершить. Чтобы выйти из этого не самого простого заболевания. Движение номер один. От правильного совершения этих действий. Зависит несколько сразу механизмов. Которые участвуют в реализации угревой сыпи. Это безусловно нервная система. Если ваш организм работает слишком интенсивно. Вам нужно соответственно обеспечивать его и питанием более интенсивно. И очищением. И когда вы уровень активности эмоциональной несколько снизите. Оптимизировав его. Я не говорю вам нужно войти в состояние нирваны. Но. Менее активно более правильно вести себя в окружающей среде не помешает. В этом случае вам нужно при снижении уровня активности меньше питательных веществ. Меньше заниматься очищением организма. И возможно многим это может помочь только это движение. Особенно тем у кого угревая сыпь обостряется на каких-то эмоционально значимых событиях. Неважно это сдача экзаменов. Или подготовка к свиданию. Движение номер два. Оно зависит уже не столько от врача дерматолога. Сколько скорее от косметолога. Либо дерматолога-косметолога. И зависит от свойств собственно кожи. Да. Протоки сальных желез вы не измените. Они какие вам были переданы родителями по наследству. Такие будут всю жизнь. Но. Кожа. Все-таки там эпителий орогревающий. То есть. Живые клетки кожи вы не видите. Пока не добились ссадины. Не сорвали верхний слой кожи. Вы видите только мертвые клетки кожи. Они стоят более плотно или менее плотно. Но они присутствуют. И погибая орогревающий эпителий он поднимается. И может перекрывать просветы сальных желез. И вот здесь. Чем реже вы обрабатываете кожу. Чем реже вы проводите гигиену кожи. Или туалет кожи. Тем больше вероятность появления угревой сыпи. Которая зависит от генетики. От проходимости сальных желез. Поэтому. Какие-то скрабы. Какие-то лосьоны. Какие-то протирки. Это все можно сделать. Это можно обратиться к косметологу. И решить с ним эти вопросы. Но. Это помогает улучшить очищение кожи местной. Но это не влияет на то. Как образуются шлаки и токсины в вашем организме. И куда они деваются. Иными путями. Где они там циркулируют. А вот чтобы повлиять на вот эту систему. Я вам расскажу прямо сейчас. Движение номер три. Измените свое отношение. К части продуктов питания и напитков. Потому как если в их составе. Ваш организм попадают. Ну не самые природные вещества. Какие-то консерванты. Красители. Ароматизаторы. И ваш организм не может. С ними полноценно справиться. Он и будет выбрасывать их. На поверхность кожи. Через сальные желези. При этом. Это не только косметический дефект. Это показывает. Что перегружен токсинами. Самый главный фильтр вашего организма. Это печень. Потому как и сальные желези. И печень. Выполняют в организме. Они сопряжены в одной системе. Удаление жирорастворимых веществ. Не удаляются жирорастворимые вещества. Через легкие. Через почки. Там водорастворимые. Железы кишечника. Выделяют водорастворимые вещества. Только печень и сальные железы. Способны из вашего организма. Выделять жирорастворимые вещества. И слабость печени. Проявляется угревой сыпью. Берегите свою печень. Не перегружайте ее различными. Химическими соединениями. В составе напитков. И продуктов питания. И уже это движение. Может у части людей. Завершить угревую сыпь. Выздоровлением. С обострением. При каждом следующем. Нарушении режима. Если же вы одновременно будете еще и думать. Об очищении своего организма правильным. Такие видео десяток. Если не больше. Есть на моем канале. То ваш организм будет работать лучше. А угревая сыпь будет появляться реже. Но это далеко не единственные факторы. Они многим помогут. Первых три фактора помогут большинству. Но к сожалению не всем. Что делать остальным. Или в случае если угревая сыпь у вас уменьшилась. От первых трех движений. Но не исчезла полностью. Вы узнаете прямо сейчас. Движение номер четыре. Скорее всего вам его сложно будет совершить в домашних условиях. Хотя намеки я вам дам. Скорее вам нужна диагностика. Вам нужно обследование. Исследовать нужно как минимум пищеварительную систему. Потому как она работает по-разному. Возможности разные. У одних гвозди переваривают до 90-летнего 100-летнего возраста. А у других сложно переваривают в относительно молодом возрасте. Индикаторы работы пищеварительной системы простые. Не должно быть обильного газообразования. Не должно быть газов с запахом. Потому что это самый опасный процесс гниения. При котором вы съели самую здоровую пищу. Вы взяли парное мясо. Приготовили. Вкусно съели. А оно сгнило в пищеварительной системе. Не важно. Не справился желудок. Пепсины не сработали. Либо трепсины поджелудочные. Либо химотрепсины тонкого кишечника. На любом этапе белок не переварился. Он сгнил. А гниение это уже активность патогенной микрофлоры. Которую съели часть вашей пищи. Выдали вам в ответ продукты своей жизнедеятельности. При всасывании которых в кровь. Если их не отфильтровали печень и почки. Они будут стремиться выделиться либо через легкие. Либо через кожу. Через легкие обострения своих проблем. Через сальные железы кожи. Появление углевой сыпи. Вы начинаете волноваться. Вы попадаете в состояние стресса. При этом продолжает блокироваться пищеварительная система. И следующие порции доброкачественной пищи. У вас продолжают упортиться. Поэтому. Если первых три движения. О которых я сказал ранее. Если вы о них забыли. Можете отмотать видео назад. И просмотреть их еще раз. Вам нужно их совершить. Прежде всего. Это то что вы можете сделать буквально в домашних условиях. Четвертое движение. Вам нужно делать скорее с врачом. Диагностировать работу пищеварительной системы. Определить работает ли она правильно. И те механизмы которые в ней нарушены. Их нужно восстанавливать. Их нужно помогать работать пищеварительной системе. Тогда доброкачественная пища попала в ваш организм. Полноценно переварилась. Попала в кровь. И доставилась вашим клеткам. А те шлаки и токсины. Которые могли образоваться. При гниении или брожении в кишечнике. Не попали в кровь. И не перегружают ваши сальные железы. И не появляется ни угревая сыпь. Ни другие проблемы. Связанные с нездоровьем. И с плохим пищеварением. Потому как лечить любые болезни. Да. Можно и должно. Но. Первично. На чем работает ваш организм. На каких продуктах питания. Вы знаете что вы их вносите в свой организм. Но вы не знаете их судьбу в своем организме. Вот здесь нужно исследовать эту ситуацию. И при необходимости вносить соответствующую корректировку. Ну а что делать вам еще? Как восстановить сердечно-сосудистую систему? Как помочь транспортной системе вашего организма работать более эффективно? Об этом я расскажу прямо сейчас. Состояние крови я поставил на пятое место. Да. Это связующее звено в вашем организме. Которое обеспечивает правильное питание клеток. С доставкой всех необходимых веществ на клеточный уровень. И правильное очищение вашего организма. Но. Да. Эта система работает напряженно. Да. Не эффективно. Но добраться до нее можно только. Решив несколько предыдущих этапов. Которые я уже обозначил. Первое. Это конечно стресс. Потому что в этом случае слишком много нужно заставлять клеткам. И слишком интенсивную уборку нужно после их работы совершать. Второй момент. Фильтрация продуктов на входе. Чем меньше токсинов попадает в ваш организм с продуктами питания. Тем лучше состояние крови. Потому что разные свободные радикалы разного происхождения увеличивают вязкость крови. Третий момент. Это безусловно правильное питание. Переваривание пищи. Потому что в этом случае. Патогенная микрофлора всегда находящаяся в кишечнике. Дает слишком много токсинов. И вязкость крови увеличивается. Только совершив вот эти действия. Можно добраться до того самого диагноза. Как вегетососудистая дистония. Частым спутником которой является угревая сын. И решать нужно в комплексе. Решать нужно вместе. Как и шестой фактор. Очень важный. Это фактор времени. Не лечится угревая сыпь. Вот так. Одним щелчком. Нужно время. На восстановление обмена веществ в вашем организме. Правильное его очищение. В этом случае вы будете не только жить лучше. В плане косметического эффекта. Но и жить дольше. Потому как угревая сыпь это просто индикатор. Уровня нездоровья вашего организма. Который имеет достаточно серьезные. Отдаленные негативные последствия. Избежать которых помогает правильное отношение. И правильное последовательное лечение. Такого непростого. И очень интересного заболевания. Как угревая сыпь. Вот на этой позитивной ноте. Я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. И пока вы думаете. Какую оценку поставить на это видео. Кому из друзей отправить ссылочку на него. Я подумаю какое еще видео написать. На эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok